Здравствуйте, дорогие читатели! 15 мая мы отмечаем замечательный праздник – Международный день семьи, который был создан по инициативе Организации Объединенных Наций 20 сентября 1993 года. Семья – главное в жизни каждого человека. Это близкие и родные люди, те, кого мы любим, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Мы подготовили для вас обзор книг художественной литературы «Жила-была литературная семья», посвященной семье. Вы познакомитесь с книгами русских и подзарубежных писателей, а также услышите истории о детях, родителях, дедушках и бабушках, братьях и сёстках. Есть книги, которые в детстве нужно прочитать каждому ребёнку. Среди них книга норвежской писательницы Анны Катрины Вестли. Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик. Это история про дружную, весёлую, многодетную семью, которая жила в Новрегии в 50-е годы 20 века. Несмотря на всю свою занятость, родители всегда находили время для своих детей, а дети непременно приходили на помощь друг другу. А ещё в этой семье жил грузовик, которого все очень любили и уважали. Часто родители подолгу находятся на работе, а с детьми остаются сидеть бабушки, дедушки и даже няни. А что если няня не просто няня, а самая настоящая волшебница? Именно такая волшебница появилась однажды в семье Бэнкса, которые жили в доме на Весневой улице с четырьмя детьми. Старая няня уволилась, и родители понятия не имели, что делать с ребятами. К счастью, Восточный Ветер приносит в нем дом красивую молодую леди по имени Мэри Поппин, которая принимает разговор зверей и птиц. Она соглашается стать воспитательницей для детей. А тут-то и начинают происходить невероятные события и увлекательные приключения, а с ними и поразительные изменения в жизни героев. Обо всём этом вы узнаете, прочитав книгу по Мэру Тревор Мэри Поппин. У брата и сестры Бори и Оли Прикольских, героев книги Анны Никольской Чемодановны, замечательные родители, но не слишком замечательная жизнь. Их тёп петь не может собственная няня Изольда Тихоновна Киппиморова. Жизнь ребят кардинально меняется, когда к ним в дом приезжает Чемодановна. Уж она-то наведёт в этом доме порядок. С её появления в доме начинают совершаться чудеса. А что может быть прекраснее чудо? Бывают семьи с детям, которыми трудно справиться даже волшебным цемьянам. Все вы знаете замечательную книгу Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Главные герои рассказов – близко кораблёв, его семья и друзья, готовые к любым приключениям. Истории, написанные в книге, очень разные. Одна про невкусную кашу, другая про дорогой игрушечный самосвал, третья про перепутанный подъезд и поиски собственной квартиры. Генуристические рассказы Драгунского научат мальчишек и девчонок фантазировать и читать, если переживать. Писательница Ассет Линдера написала не менее интересную книгу про Эмиля из Лённенбергии. Этот мальчишка сумел доставить множество неприятностей своей семье. Все его затеи превращаются в проделки и проказы. То голову в супницу засунет, то тесто на голову папе выльет. А однажды Эмиль стал собирать милостыню, заявив прохожим, что сегодня ел только сено. И это только мало часть его приключений обо всём и не расскажет. Лучше прочитать. У главного героя книги Джуди Бу, Питер в обыкновенной или младших братьях не выбирает совсем другие проблемы. Питер – обыкновенный четырехклассник. У него есть папа и мама, любимая черепаха, друг Джинни и вредная соседка Шейла. Но с Шейлой-то можно справиться. А вот с появлением братшего брата Фаджа смириться очень тяжело. Он неистекаемый источник неприятностей. О них Питер рассказывает так забавно, что вы будете смеяться, не переставая, от первой страницы до последней. Вот Маша и Серёжа из книги Натальи Долининой «Близнецы-восьмилетки». Они всё делают вместе. Ходят в школу, болеют ветрянкой, хулиганят и помогают папиному другу с новорожденной дочкой. У них обычная семья. Папа – инженер, мама – воспитатель в детском саду. Они живут в коммуналке с мучливой соседкой. Папа называет близнецов теоретики. Ведь серьёзные думающие дети всё время познают мир и спорят со взрослыми. Книга «Мой Серёжка-близнецы» предназначена не только для родителей, но и для взрослых. Читая её, они научат ослышать, уважать, а главное – понимать своих детей. Семья – это не только мама и папа, бабушка и дедушка, но и домашние любимцы. В одной семье жил бы мальчик, которого звали дядя Фёдор. Он очень любил собак и кошек, а его мама их всё петь не могла. Но однажды дядя Фёдор всё-таки привёл в дом кота. А что из этого вышло, вы узнаете, прочитав книгу Эдуарда Усвенского «Дядя Фёдор. Пёс. Кота». Вот и подошёл к концу наш обзор. Конечно же, здесь были представлены не все книги на тему семья. Ведь их ещё очень и очень много. Предлагаю вам познакомиться ещё с некоторыми книгами рекомендательными физикой литературы. Субтитры подогнал «Симон»!